добрый день вы на канале модной практики напоминаем что у нас видео выходит каждый день сегодня мы поговорим об осени потому что нас тут осень нежданно наступает и все спохватили что одевать нечего сегодня мы с вами сделаем выкройку очень легкого кроя свитшота из ладена ну или через какой-то другой мягкой ткани кто-то будет делать но как бы я рекомендую конечно ладен потому что его обрезал и край готов это очень любимый материал очень многих людей потому что у нас есть вот такой ладен он очень мягкий как трикотаж умеренно теплый потому что шерсть вискоза ну и для снятия самого минимального количества мерок я хочу пригласить сюда наталью ивановну вы увидите как снимаем мерки и в конце вы увидите уже готовую примерку в конце следующего видео добрый день ну вот мы решили наталья ивановна у нас уже девять лет мы работаем вместе а мы ничего даже еще не сделали словить нас как-то так совесть нас как-то так напрягла и мы решили для натальи ванна сделать свитшот сначала сниму мерки а потом подробно еще подробно очень подробно поговорим об эскизе нам понадобится обхват груди 98 я пишу в половине 49 обхват бедер талия нам не понадобится мы ничего не будем приталивать ну бедра есть 108 пишу 54 дальше нам понадобится ширина спины но не как мы меряем для десяти мерок вы знаете мы вот так меряем а вот так вот через верх раз 40 до 40 я пишу ширина спины 20 и давайте еще снимем длину спины не грудь не высоту мы ничего не снимаем по той причине что мы ничего не приталиваем никакие вытачки не делаем это у нас такая будет туника очень легкого исполнения я пишу длина спины 42 длина рукава у нас видите как будет идти от начала рукава до начала рукава один кусок ткани у нас не будет ни вшивных рукавов ничего вот отсюда до сюда один кусок ткани мы будем эту верхнюю деталь кроить по ширине ткани вот как ткань нам позволит так мы будем кроить поэтому мерку длинной спины я не снимаю еще нужно снять мерку длинной рукава я не снимаю ну давайте возьмем так 74 75 хорошо и будет такой очень мягонький теплый свитшот и заодно на этом примере мы покажем как построить выкройку так длина изделия 75 вы свободны наталья ванна гуляйте мы вас пригласим а теперь подробно поговорим о нашем эскизе он у нас как бы с цельнокроенным рукавом он мог бы быть вообще вот так вот просто цельный цельнокроенный рукав но также не интересно нам же надо из ладена создать какие-то линии создать какую-то такую-то жесткость немножечко поэтому у нас вот отсюда вот досюда вот такое как бы верхняя часть отрезная вы сейчас увидите еще хочу сказать никаких не будет вырез выреза под горло ничего не будет сниматься не с полочки и со спинки вот это место вот это место просто такая щель никакого баланса не будет полочка и спинка все одинаковое мы строим сейчас одну деталь полочка от спинки будет отличаться тем что впереди будут вот такие накладные частично накладные карманы а на спинке их не будет а в остальном спинка будет также построена сейчас по этим меркам буквально за несколько минут мы построим выкройку как пока убираем она нам не нужно первое проводим вертикальную линию она же центр спины она же центр переда длина 75 сантиметров мы измерили длину желаемое разделе у нас 75 вот длина 75 вот эта цифра 3 нам просто нужна как рабочая линия здесь 3 откладываем вниз длину спины мы не можем от верхней точки откладывать длину спины от на мисс отложить 3 от этой точки откладывать длина спины 41 проводим горизонтальные линии из начала линии из где мы откладывали длина спины вот это вот расстояние равно в мерке длина спины и мисс изделия конечно я потом все в виду маркером и еще раз вам объясню пока я отметила от высшей точки до низшей длина изделия потому что у нас вот здесь по центру переда центра спины никакой не будет ничего не будет вырезано вот это уже есть наша готовая линия дальше мерку длины спины делим пополам у нас 41 значит 20 с половиной вот это расстояние теперь равно вот этому расстоянию из этой половинки тоже проводим горизонтальную линию от центра откладываем ширина спины ширина спины у нас 20 ну я возьму 20 с половиной что так на свободку линии ограничивающие ширины спины вот она у нас обратимся к нашим объемом бедра у нас 54 значит 27 но нам не нужно 27 нам же еще нужно на свободу потому что это шладен я беру под три с половиной сантиметра на свободу свитшот должен быть таким широким обхват 1 4 обхвата бедер плюс три с половиной на свободу вот она ограничивающая наша линия грудь грудь плюс три с половиной 4 на свободу так вот и вот через эти точки мы уже можем проводить линии бокового шва вот наша свобода в груди вот наша свобода в бедрах три с половиной четыре сантиметра свитшот он может быть у нас как бы и конечно можно вот так вот ровно вести линию но я все-таки хочу чуть 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 к талии вот так вот чуть 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 видите не стала вот так вот вести прямо вот так линию вот она у меня видите чуть 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 вот так талии такая вогнутая слегка не надо его так вот вталивать и выводить сюда вот так вот слегка широкий свитшот у нас ширина ткани 70 значит мы с длиной рукава берем от центра переда 70 если это будет длинно мы будем его потом закатывать вот это у меня ширина ткани если ткань сложить пополам она у нас вот вот она 70 вот она 70 ширина ткани я делаю по порядку как я привыкла делать а вы уже будете там дальше и проводим вниз вот эта линия которая деле длину спины пополам дс вот мерка длина спины разделили пополам и у нас боковой шов пришел вот в эту линию 1 2 длины спины вот это расстояние равно вот этому расстоянию отложим вниз сантиметра три три с половиной четыре но я откладываю примерно 4 смотрите что у нас получается пока это временная выкройка центр спины и центр переда боковой шов и вот он наш как бы от этой точки рукав теперь вот эту точку где у нас ширина спины опустить сантиметра на 2 и смотрите неважно вот тут 7 8 9 неважно 10 неважно откуда важно вот так вот сделать вот видите что вот она идет ровно ровно и спускается на 2 и таким образом вы эту линию в том же направлении продлевается вот вниз она у нас здесь на 8 сантиметров ушла теперь боковой шов доходит до вот этой линии где вот тут вот 4 вот тут вот 2 и вот так вот кругленько через эту точку уходит вот в эту нашу новую точку и естественно вот отсюда прямой угол у нас видите как получилось теперь центр боковой и ушла вот так с наклоном вниз но это очень широко по низу поэтому теперь равномерно с двух сторон немножко еще конец рукава заузить я предлагаю заузить сантиметров на пять с каждой стороны и вот от этой точки уходим в пять ничего не надо вам думать вам нужно только повторять за мной теперь я вот эту верхнюю линию вывожу маркером и повторю все еще раз центр спины он же центр переда от нее прямая линия на ширину ткани по линии ширины спины вниз отложили два скругли ли вот где-то ну можете вот так середины взять если вы боитесь спутаться неважно откуда вы возьмете ну ясно что нее отсюда ушли на 2 вот она ушла на 2 наша линия наша линия вот то всю отсюда примерно с сантиметров раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять восемь не важно вот отсюда вот сюда пошла на цифру 2 вот она цифра 2 вот она цифра 2 это просто от нашей ровной линии на ширине спины вниз отложили два и пошла по наклону прямо вот она пошла по наклону прямо я ее проводила карандашом вот она но теперь я за узел а в конце на 5 сантиметров рукав и наша линия с точки 2 вот . 2 уходит по нашей новой линии когда вам сейчас кажется сложно потом видите когда естественно что внизу вот здесь вот прямой угол вот он прямой угол 90 градусов он уже не прямой вот он 90 градусов это уже прямоугольником вот так нужно выстроить и смотрите линия середины половины длины спины вот она у меня линия 1 2 длины спины вот она линия по боковому шву отложила 4 сантиметра и провела тоже вот такую горизонтальную линию боковой шов у меня пошел 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 чуть-чуть скруглить вот тут уголочек чуть-чуть сантиметра на 2 на 3 и ушел по нашей линии параллельный тот который первый был рукав широкий но мы здесь тоже снимаем 5 и теперь смотрите как пошел боковой шов пошел 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 кругленько 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 дошел вот до этой линии и не пошел по нашей первой линии а вот то что мы убрали на 5 выклика практически готова вот сюда ее не надо вот такой вот свечет ширина рукава снизу у нас получилось 16 сантиметров очень хорошо смотрите думаю что до этих до этого момента все понятно что я сделаю сейчас сейчас я буду ее вырезать линия талии все очень просто взять длину спины взять длину изделия разделить длину спины пополам вот линии 1 2 длина спины и измерить поверху плечи нарисовать линию ширины плеча вот она у нас сделать на линии ширины спина скос 2 сантиметра и через нее увести вот эту линию нашего рукава сначала по наклону от точки 2 как пошел наклон а потом к низу забрали еще по 5 сантиметров сначала мы рисовали параллельно первой линии вот эти линии две параллельные а потом с обоих сторон сняли по 5 вот здесь прямой угол все выкройка свечета готова а дальше мы должны прийти к той модели которая перед нами хочу сказать данная выкройка дает вам невероятные возможности абсолютно невероятные абсолютно вот сейчас на ней вы можете делать все что хотите наносить любые линии наносить любой декор комбинировать из разных тканей вшивать полосы в плечи подгибать другим цветом вставлять цветные кусочки нарезать из ладена маленькие полтора сантиметровые полоски и делать наподобие вышивки любой декор мы что-нибудь может быть покажем как делать но наталья и ванна может не захочет но мы покажем что хочу сейчас сделать сейчас хочу вот здесь чуть выше нашей а половины длины спины провести линию не важно где абсолютно вот сейчас уже пошло вот до этого момента вы должны были точно сделать выкройку так как я вам сказала сейчас не важно важно то что мы хотим вот так вот 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 вот я нанесла вот эту линию вот она теперь у нас вот эта верхняя часть рукава со сгибом сгиб центр спины переда вот эта линия она же центр спины одна же линия переда это со сгибом и это со сгибом а кто-то захочет вот тут посредине еще сделать шов вот так вот пожалуйста тогда у вас здесь шов но верхняя деталь явно со сгибом вот эта деталь со сгибом она у нас вот так вот развернется на две стороны она же он же рука в полочке он же рука в спинке ничего не надо думать снизу мы сделаем накладную деталь сантиметра но сантиметров 6 вот так вот накладная деталь давайте 7 это не будет отрезаться это просто вырежется дополнительная деталь которая пришьется сверху то что я делаю сейчас вы будете вообще предоставлены своей фантазии полностью ну и сейчас я нанесу вот этот вот рельеф который передо мной рельеф да тут карманы старайтесь не делать маленькие карманы большие карманы гораздо больше украшают и делают современнее вещь и вот эта линия которая у нас рельефчик старайтесь ее не сделать вот такую прямую параллельную а вот как вам хочется мне вот хочется немножко вот отсюда начать ближе к центру и чуть-чуть чуть-чуть чуть 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 на расширение нет не так еще вот так это уже вам как захочется вы линию так рисуете вы со своим творчеством уже тут как бы себе предоставлены абсолютно любую вот мой рельефчик вот мой рельефчик их будет два с одной стороны с другой стороны ну и конечно вот мой карманчик эта полочка это спинка это вот все сейчас заштрихую карман вот это вот наш кармашек это нам нужно будет положить кальку из дополнительную деталь выкрыть потому что мы не можем отрезать карман как же мы отрежем карман когда у нас вот это вот деталь вся цельная вот эта деталь а это просто накладная деталь сверху карман накладывается абсолютно одинаковые рукава такой свитшот типа тунички конечно можно было немножко и проще вот тут все сделать но мне-то хотелось как все равно хоть бы и такой легкий крой но чтобы все было более грамотное что мы представляли себе где у нас центра где у нас линия талии где у нас вот этот разрез уходит какая у нас ширина спины откуда начинается вот здесь вот сквоз как бы ну такой простой 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 крой но это не такая туника из квадрата здесь все равно чуть-чуть нужно ну и вот тут вот мы сделаем сколько сантиметров ну сантиметров 11 вот так вот я ставлю до тех пор когда будет зашиваться разрез а вот это просто так оставлю остается она просто так немножечко тут спадет и все да и ко всему этому у нас будет раскроен такой дополнительное такое горлышко которая будет у нас если хватит ткани по косой который просто наташа вот так будет одевать наталья ивана наша и она будет вот тут вот у нее просто собираться но не всегда но нужно и мы не будем его пришивать к свитшоту это будет отдельная деталь вы все увидите выкройка готова сейчас надо положить калечку и сделать выкройку кармана потому что мы разрежем сейчас наша задача снять два кармана но не два кармана один карман это у нас будет потом два кармана почему я сейчас так много занимаюсь моделированием почему я так много сейчас делаю уроков серии уроков по моделированию почему я взялась за свитшот который мы сами строим не от основы а просто берем миллиметровку и строим один раз вам надо построить без выкройки вот это что-то вы потом всегда будете как-то свободны выборе вы ни от кого не будете зависеть вы возьмете кальку миллиметровку и построите все что вам хочется потому что я вам показываю опять напоминаю принципы это не значит что все сейчас вся страна сошьет свитшот вот точно такой кто-то захочет кто-то не захочет вот здесь отрезать вот моя линия вот она да кто-то захочет вот так отрезать мы проходили в сплостиль на крыльном рукаве платьях кто-то захочет сделать имитацию вшивного рукава кто-то захочет сделать имитацию сюда еще переходящему кокетку кто-то захочет больше сделать рельефов пожалуйста кто-то не захочет карманы пожалуйста кто-то захочет карманы другой формы квадратной из ладена очень просто можно пришивать квадрат а внутри делать прорез и вот я карман готов ладен дает неограниченные возможности сейчас я вырезаю карман это ливана мне будет удобно она на машине ездит на работу получить положить ключи от машины еще что-то вот такой вот будет у нас кармашек он у нас получился шириной 20 высотой 23 высокая часть очень хороший такой кармашек не маленький кармашек откладываем эскиз откладываем калька нам не нужна смотрите кого-то напряжет вот такой ровная вот такая ровно отсюда линия ну знаешь что ладен мягкий вот так поправишь и он будет вот тут вот чуть-чуть вот так спадать кто-то возьмет вот так и вырежет пожалуйста вот так вот вырежет может мы даже после примерки вырежем наталья ванна нам скажет что пожалуйста отрежьте может и мы вот так вырежем пожалуйста прелесть ситуации в том что не надо строить полочку спинку еще вот там чего-то пожалуйста наша выкройка вот будет готова шикарный свитшот сегодня вам даю самое главное наталья ванна у нас будет одета к осени сделали основную выкройку вот эту а дальше вот это все середину наносили все что нам вздумается я сделала так кто-то будет делать по-другому а кто-то любит более вот тут свободно подмышкой более наплывет такой летучую летучую мышность будьте по-другому строить эту линию я уже не знаю меня миллиметровка так закатывается что мне надо как-то справляться с этим сейчас вот этот рукав будем прикладывать к сгибу и он у нас сразу вот такой будет на две стороны вот эту линию вы будете вести как вам хочется вот тут написано сгиб вот он сгиб ну и плюс везде где разрезала сантиметр на швы надо будет давать карман нам уже не нужен вот смотрите вот здесь накладная деталь но я ее не заготавливаю когда вот эти две детали соединяться по низу я уже по факту готова буду вырезать накладную деталь потому что ладен же как у нас кроится он у нас кроится сгиб сгиб вот контрольные точки должны совпасть кто-то будет отмечать я не буду отмечать вот кармашек карман вот так будем накладывать сверху будем вот эту накладную деталь вместо пояса по низу карман под нее зайдет и сюда в шов войдет сюда в шов войдет вот наш рельефчик вот наш как бы отделяет рукав кокетка показала вам сегодня крой свитшот из ладына но таких личных разработок потому что оно одно дело построить цельнокроен рукав по книгам там не все понятно если было все понятно все бы края ли другое дело когда мастер показывает который уже это краю в суд 150 раз смотрите пользуйтесь нашим кроем следите за нашими руками подписывайтесь на наш канал я за то что все были красивые за то что все были разнообразными за то чтобы мы не потеряли какую-то немножко свою самобытность чтобы мы внимательно выбирали цвет когда мы сами лучше выглядим и в нашей жизни все становится немножко лучше всего хорошего с вами была я паук стрида михайловна и вся наша команда